Один за другим, практически без пауз, на территории МЭЗа въезжают грузовики, груженные семенами подсолнечника. Сырье поставляют сельхозтоваропроизводители ближайших районов Краснодарского края, Ставрополя и Адыгеи. В этом сезоне запланировано переработать около 300 тысяч тонн подсолнечника. Завод работает круглосуточно, режим работы сменный, выпускаем готовую продукцию. Мы как-то считали, что на каждого жителя нашей страны мы выпускаем год по одной бутылке масла. Речь идет о 150 миллионах бутылок. Кстати, вначале каждая из них выглядит вот так. Завод выпускает заготовки не только для своих нужд, но и обеспечивает ими все предприятия холдинга. Мы у себя на заводе выпускаем преформы, которые идут для розлива масла в эти пэт-бутылки. Мы выпускаем эти пэты не только для себя, но и для других предприятий нашего холдинга Юхруси. Это для Краснодарского, МЖК Валуйского, Ростовского площадок. Поэтому обеспечим не только себя, но и другие предприятия холдинга. Этот цех, в котором наша съемочная группа впервые, то место, где происходит процесс получения масла. Здесь очищают семена, затем отжимают, и видно, как янтарное масло течет по трубам. Процесс под контролем. Коллектив нашего участка состоит из 43 человек. Суточная производительность нашего участка свыше 1000 тонн переработки семян. Вырабатываем больше 400 тонн растительного масла. Мы выпускаем два вида продукции. От нас выходит прессовое масло, сырое называется, и ракушка. Ракушка идет на дальнейшую переработку в эстракцию, а шрот, выливатор шрота, а растительное масло наше сырое идет на дальнейшую переработку в цех гидротации. Там уже производится окончательная переработка масла. Уже на линии фасовки масла оно выглядит так, каким его увидят покупатели. В этом цеху бутылки приобретают свою форму и наполняются содержимым. В нашем цеху проходит заключительный этап производства подсолнечного масла. Из нашего цеха масло попадает уже непосредственно в магазины. В цеху работает 100 человек. В сутки мы выпускаем до 500 тонн масла готовой продукции. Сезон переработки начался в сентябре, а завершится в мае и в июне, когда предприятие начнет подготовку уже к следующему сезону. Спасибо.